очередной раз пропускаю вот тут понимаете в чем дело вот это критика мне не хочется сейчас этой грязью это заниматься а под нее я вот эти вот фотографии делал вот эти вот понимаете в чем дело а потом а у меня ну ладно пропущу вот это пропущу это потому что это все вот сюда чтобы мне морды не тыкали что американский итальянский французский опыт важнее нашего понимаете набирая опрыскивание еда химикатами как можно взять вот это вот ставить рекламу ни на мордника и не головного убора ничего короткие рукава дышу с ума сошел уже если чем а я же бывший специалист по промышленной безопасности разве мог вот это она мне про американский итальянский опыт вот ну что это такое и опять безнамордика а зачем делать это пропилотическое опрыскивание которое все россии не нужно хотя бы потому что у нас мороз это все выполнять это я уж по ходу понять просто решил подпустить тему но не могу чем пройти мимо этих самых безнамордика а потом 40 опрыскиваний за лето на наши столы а мой опыт ненавидят вместо того чтобы меня политиковать я такой щекой вот взяли бы да это самое домой бопады и печатали бы хотя бы как альтернатива у меня же не капли до химикатов и санна подтвердите вот и это тоже я вроде готовил как раз под эту марку где меня это критикует за то что я это не неправильно а вот американцы правильно я не могу держаться берется шланг рекламируется так теперь нужно чтобы его купили вот и вот этот идиотизм прям буквально ведь это официально авторитетный журнал тут же рядом и по академике печатаются и профессора и кандидаты и вот чтобы купили этот шланг надо было знать когда чтобы купили сентября и надо было написать 20 числах сентября понимаете влагозарядка и полю запомните это учеба еще раз повторюсь я я не и они сами лезут в эту самую душу лезут вот это вся эта подлость предательство только чтобы продать шланг какой влагозарядка и полю это когда вот удача потом прочитать вот скважины делать идиотизм да вот положить шланг и включить вот это все только чтобы шланг купили чтобы можно было положить и включить насос а теперь возьмем число смотрим 20 числа сентября это что влагозарядка это что подзимний в это время еще лиц не сброшен вы понимаете что лиц еще весь скорее всего на большей части россии еще листья не сбрасываются но разве что в северных районах они же не сбрасываются а листья то на месте а как можно влагозарядку это значит лезть с запасом зарядка зарядка то есть запасом десятикратно-десятикратно лист перестает сбрасываться впереди то зима после сентября октябрь наступит а уже почки должны спать а лист еще тут а потом бах мороз вот и вот это подлещая люди кто вот это вот придумал под рекламу специально придумано якобы агротехника я уже все не читаю мне уже тошнит у меня давление скатит вот а раменская агроном ты такой же агроном как я этот самый как раньше говорили китайский этот самый мандарин какой-то хрен агроном ты предатель вот это что написал ладость под зимний полив там где-то в октябре-ноябре вчера это самое там все равно губит деревья но чтобы остановить сбрасывание листьев а значит еще написано сейчас вам скажу ну поверьте что здесь написано сейчас труктура это самое что независимо от того есть дожди или нет и вот эта вся подлость и когда я с этим вмешиваюсь в этот процесс редакция не согласна с рядом ваших методов это не повод смешать с грязью а что еще сделал мешал с грязью вас полили и она перестала с этого момента когда вот это выполнили двадцатых числа сентября полили а почему когда ум я смотрю приходит весна в одних регионах цветут деревья а у других снег лежит вы это знаете лучше меня еще нет у нас дать на риске есть дача а почему двадцатых числа сентября они октября не ноября для кого-то пишите чтобы в этом в этот день получилось это а вот я на я провожу все это говори быстрее если что-то важное так ну хорошо заходи подождешь пока мне перебудь пяти минуты давай нормально так все понятно нужно помощь так слушайте дальше что получается но уже при поняли да потлость несусветная и как раз вот тех кто вот это вот вот считает что это я во всем виноват вот я не мог пройти мимо я готовил отдельно может быть я целый фильм сниму отдельно вот а сейчас бегло 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 скважины делать на глубину метр скважины зачем там вода нужно на глубину метр обрезка помните я вам рассказывал чтобы купили живицу нужно обрезать зимою а перед этим было летом осенью поздней осенью и зимой и каждый раз вот так вот появляется и каждый раз реклама вот ну я не говорю какой-то журнал сами догадайтесь как так можно и мне пример это вставит американских ученых мне пример да мне чтобы в это нервную страну эти сочи мне что их нужно их эти удачи у нас очень нет абрикосов это что для меня учителя вот а вот это значит они делают нас даже эти а те самые как они эти покрышки привели к майдану то есть как получилось не было бы покрышек наверное бы победили все-таки спецназовцы до беркут вот а они натаскали со всей округи со всех улиц вот эти самые покрышки сделали баррикады подожгли вот и получается вот это вот фирма вот это вот вот это вот вот это вот вот это вот она причастна к тому что киеве победили эти самые ну назовем их националистами или там их по разному зовут сами знаете и хорошими словами вот я тогда взял нашел просто вот эту фотографию знаете как никому не нужно и вдруг и вдруг вот что творится и вдруг никому не нужно покрышки стали элементом декора они стали использоваться для посадки саженцев вот а вот это вот пожалуйста любуйтесь однажды этот журнал статью а мне несколько фотографий и красивые покрышки и покрашены вот и ваш этот совет то чтобы опубликовали вы сами ничего не смыслите в садоводстве уважаемые редактора вот это миллионы а пошла мода по всей россии вот скажите хоть один а выйдите на улицу сходите я сейчас бы вот взять не могу вот так стационарное показать вот сейчас в окно и вот они покрышки лежат и в каждом дворе и до сих пор может и к нам майдан будет еще может быть деньги у нас вот потому что от 10 дней пользы ноль все деревья не сгнивают подчеркиваю деревья все сгнивают вот ну давайте о чем хорошем траве если не будет сложно если у вас они есть то заснимите в ролике по двое груш яблони этого года который сейчас в суд вашем питомнике мне было бы эти уважаемый александр пожалуйста вот сейчас да да специально смотрите я перестал выпускать ролики перестал платить вот этой девочки я сказал месяц на денег вот видите я ничего не скрываю вот она та самая студентка колледжа абаканского которая за каждый фильм плачет 200 рублей у меня сейчас вот у меня на плешке еще один фильм я и завтра буду фильм показывать что после вот это страшный в ураган шуму коротенький фильм снял она мне это самое сделает вода вот как прямо с дерева сыпется вот так вот дождем но это передать за 5 минут а завтра должен показать под каждым деревом хотя уже собраны десятки видов что творится мне это вы говорите сделайте фильм вот она пишет вы мне все равно скидайте фильмы потому что написал что мне денег и пока буду делать выкладывать а потом как продажи пойдут тогда и отдадите ну знаете что такое стипендия в это сам колледжа догадываться сам догадываться чтобы вам настроение не портит вот это пожалуйста вот а я просто использую как конечно я буду делать куда мне деваться но если вы мне пришли 200 рублей у меня телефон найти какой восемь девятьсот шестьдесят семьсот семьдесят шесть восемь шесть семьдесят два а то снимите в ролике а я же не умею их это их же надо еще музыку мне брат делает за бесплатно но он тоже это вы видели сколько их там четвертая тысяча пошла это мы с ним работали еще и тоже эта девочка тоже работает также валерия левера и что получается я вас очень прошу если вы действительно вам очень нужен такой ролик 200 рублей ну хорошо 100 рублей больше чем кто-то сотню пришлет я только из-за этого ваше письмо просто мне это дорого обходится за все фильмы если брать шесть тысячи вы там уже отсчет пошел на сотни тысяч мне несложно выпишешь несложно вот у меня сейчас мертвый сезон